Царю Небесный, Утешителю души истины, И живи здесь, и вся исполняя Сокровище благих и жизни подателю Приди, вселися вны, и очистины от всяких скверных, И спаси, блажь, души наши. Господь и Бог наш, благослови наше занятие по Слову Твоему, Не дай нам уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви и согласии единомыслия по Слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Дети, заходите, пожалуйста. Садитесь. Молодец. Молодец. Хорошо, пускай торчит. Ничего страшного, это нормально, детский хохолок. Это чукулино. Вот зато не торчит ничего. Ледь немножко тоже торчит. Да, у пускай, где? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Дай мне меня, пожалуйста. Послание Титу апостола Павла. Первая глава, первый стих. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящийся к благочестию. Толкование. Безразлично употребляет эти выражения и иногда называет себя рабом Христовым, апостолом Божьим, а теперь наоборот. Так Он не полагал никакого различия между Отцом и Сыном. Понимать это можно по-разному. Или что я стал апостолом, чтобы избранные уверовали через Меня. Или что я избран апостолом не за Мои совершенства, но потому что Бог благоволил верить Мне избранных Его. Поэтому все есть дело благодати, а не потому, чтобы я был достоин, но ради избранных. Потом, чтобы показать, что и мы должны привнести что-нибудь, Он прибавил и по знанию истины. То есть, так как я познал истину учения сего, поэтому и вверено Мне лучше. Даже и познание не наше, но Он, Господь, источник и этого. Ибо прежде мы были познаны, а потом познали. Или что я уверовал, подобно прочим избранным, или познал истину. Даже для противопоставления иудейским обрядам Он сказал истины. Ибо они не истина, хотя и не ложь, а образ и тень. И, называя нас избранными, Он осуждает иудеев. Ибо если и они были некогда избранными, но не теперь. Смотри. Прежде вера, а потом от нее познание, но не от рассудочных изысканий. Сказав истины, прибавил, относящиеся к благочестию. Потому что и в житейских делах есть познание истины. Например, кто-нибудь истинно знает земледельческое дело или строительное дело. Итак, не об этой истине речь, а об истине по благочестию. Вопрос, комментарий? Можно? Ну, как бы я вопрос. Апостол Павел называет себя рабом. Почему такое название дает именно себе? Раб Иисуса Христа. Слово раб, оно для нас не звучит, потому что мы рабство не знаем. Что такое рабство? Раб это человек, который навсегда привязан к своему господину. К победителю или к хозяину. Вот как бы можно сравнить хорошую породистую собаку, которых учат ходить на медведя, на диких зверей таких очень сильно. И она бьется до победного за свою хозяину, чтобы только этот зверь к хозяину не подошел. И ее разорвут пополам, эти звери. Она все равно не отступит. Почему? Рабская психология, говорят. Раньше говорили, у вас рабская психология. А апостол Павел говорит, я раб Христа. Да, именно Христа. Почему? Я так привязан к Христу. Ну, это тот человек или Господь, который победил во мне демона зла. Он победил и взял меня в плен. И я стал навсегда ему привязанным до самой смерти. И вот этим апостол Павел и занимался всю свою жизнь, пока его не казнили в Риме, Нерон, не отсек ему главу. Он только этим и занимался, что показывал, что он приверженец Иисуса Христа, его учения евангельского до конца своих дней. И он все отдаст для этого. И поэтому, когда мы кому-то говорим и говорим, я раб Христов, если ты так сказал, то будь готов претерпеть все, что претерпевал апостол Павел. Различные. А у него только были что, скорби и гонения. Помните? Везде. Он там перечисляет, даже пальцев не хватит. На земле, на море, на корабле, в чужих странах, в своих странах, в доме, дома своего нету, где-то там в гостях. Он везде-везде подвергался опасностям от разбойников. И били его люди, которые приглашали же его проповедовать. И дважды побивали камнями. Один раз за город выбросили мертвого Господь Воскресилова. Ну, так надо полагать, потому что его мертвый выбросили, как труп. И палками он был бит. То есть вот это доля раба. Вот на что пошел апостол. Чтобы показать, что он чадо Господне. Да, брат затронул эту тему. Рабство. Я тоже давно обеседовал с одной женщиной, святильницей Еговой. Она так призвительно к православной вере. О, у вас там рабы Божии, там рабы. Нет, говорит, мы не рабы, мы дети. Дети, да. Ну, и вот сейчас сестра тоже вспомнила такой лозунг, всем известный. Недавно справляли в столетии Великой Октябрьской социалистической революции. Лозунг. Мы не рабы, рабы не мы. То есть вот это рабство праведности, оно высмеялось и осудилось сатаной, понимаете. А кто такой сатана? Он гордец. Он возгордился. А зачем быть кому-то рабом, какому-то Богу, когда можно самому властвовать и быть господином. И вот эта вот революция, это демонская, фильм какой-то, демон революции. То есть все это вот спустя сто лет скрывалось как-то, сейчас архивы открываются. Вот. То есть мы, христиане, не должны стыдиться этого титула раба. Да, да. Раб Божий. Раб Божий. Вот. Его еще заслужить надо. Это звание, да, еще заслужить надо надо. А если ты себя возомнил детем Божьим, это уже по гордыне, не быв рабом, еще на первой ступеньке на этой. Вот. То и это уже тоже вот такой, может быть, парисейство и там гордыня какая-то. Болтун. Продолжим. И все остальное. Раб, 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 раб. Он нигде свободы не бывает. А у верующих, это раб Христа. Раб, это означает сослужитель. Это означает подчиняется. Не подчиняется такого нигде. Это там бомжи, как будто не подчиняются. Ну, не подчиняются общему распорядку. Где дают. Когда вываливают. По-моему, яму, чтобы вовремя прийти не разобрали. Тоже своеобразная дисциплина. Он подчиняется земному тяготению. Собирать бутылки он подчиняется. Здесь так. Если раб Христов, все апостолы начинают. Раб Иисуса Христа. Это высшее звание. То есть он меня принял к себе в работники. У кого ты работаешь? Да я в администрации президента работаю. Это одно. Другое. А я являюсь ближайшим к нему. Ты же араб. Конечно, араб. Но я сижу справа и слева. С братом сидим. Вот тогда человек... А это что они говорят? На рабов нападают. Это на язычество. А мы свободные. Я говорю, а чего? Он не знает, что сказать. Свободные от праведности, Павел говорит. Вам это далеко и непонятно. Да. Все. Послание Тепту. Первая глава. Второй стиль. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Толкование. Сказав, насколько облагодетельствовал нас Бог для настоящей жизни, говорит и о том, что Он даст в будущем. Уже и самое познание истины – величайшее благодеяние для нас, освобожденных от заблуждений. Но в награду за это Он даст нам еще и жизнь вечную. Так как мы познали Его, то мы и надеемся, говорит, на вечную жизнь. Видишь ли, как Он тотчас же с самого начала указывает на благодеяние Божие, чтобы как самого епископа, так и тем более Его учеников сделать более готовыми к тому, чтобы угодить благодетелю. Словами «в надежде вечной жизни» Он испровергает иудейские обряды, ибо они имели наградой настоящую жизнь. Если Он, Господь, неизменен, то, несомненно, даст и после смерти то, что обещал. Издревле еще говорит, Он предопределил это, а не вследствие раскаяния. Не потому, что иудеи не обратились к Нему, Он даст это нам, а потому, что издревле так было предопределено, и Он возлюбил нас от века. Что Он возлюбил нас от начала, это указывает на наше благородство. Вопросы? Мне задают в интернете вопрос. А какая разница между верой и надеждой? Как-то все знаю. Сел думать, не хватает ума. Полез в товаре, уже посмотрел. Посмотрел, все в Библии перебрал. Про веру, надежду. Разница очень и очень небольшая. Поэтому люди не видят различия. Ну, а в чем разница? Вера, как правило, проникает в то, что недоказуемо, запредельное. Я не знаю, какой он характер, но я ему верю, что он говорит. То есть, я доверяюсь. Он всегда говорил правду, и следует, прежде чем сказать. Он не просто так. Он каждый день обедал с Гитлером вместе. Он Муссолини знает в гостях, не раз у него был. И поэтому с такой четкостью ясность я ему верю. Ну, а вот надеяться, то есть, надежда есть, говорит, ну сейчас опаздывай, но вся надежда на такси придет или не придет. У меня вся надежда на то, что собак не будет, он переловит их все. Но веры в это нисколько нет. Ты понимаешь, что он называется верующий, все называются верующие, кто бы он ни был, верующие, но не надеющиеся. Мы надеемся, то есть, по опыту, как бы знаем, так вот, ну, я уже не раз, но я надеюсь, что Господь и на этот раз поможет. Вот в 1612 году Россия из этого раздрая вылезла, и людей сегодня, вера-то, говорит, ну я говорю, ты видишь, что вера-то не ходит. Да нет, верят тут люди все неверующие-то, и верить не во что. А надежда какая-то все равно теплится, а может быть опять Россия как-то вернется, а может быть как-то ее масоны выпустят на минутку. Видишь как? Из когтей. Удерживающий теперь, говорит, мирская власть помогает. Я говорю, еще, ребята, в мирскую власть вмешиваются другие силы, а они все подневольные. Ну, кто знает, что Ельцин был масон? Комсомольская правда, заголок, Джуна Давидда Швили, она надевает на него там что-то, такое название, не знаю, какой-то ораль, и говорит, посвящение в рысарство, масонство, такое-то, комсомольская правда, открыто. Я смотрю вчера, два дня смотрел только документальные фильмы, я кино сейчас про войну даже смотреть не хочу. Все не так, все врут. Макет делают, а это именно то, американцы снимали, англичане снимали, как плен сдаются, как они валили оттуда, оставляли части на смерть, задержать советских, чтобы мы успели уйти и сдать в плен. Потому что этот плен был так, все считали, что справедливый, а советский нет. Вот несправедливый, они часто отводили плен и тут же расстреливали, и все. Правил войны, говорят, не соблюдали совершенно. И вот там они показывают, можно было надеяться, да тут надежда есть. А в советский плен надежды никакой нет. Первого, единственного фельдмаршала пленили, Паулюса, он думал, застрелились, а не застрелились, но он очень любил жену, а жена сербка была у него. Это там какой-то важный, кажется, сербка она была, княжеская такой фамилией, ну видно, красивая очень. И он, ну я застрелюсь. Фюрер вчера ему фельдмаршала присвоил, а сегодня уже плен сдаваться. И советские, когда взяли, они не знали, что делать. А от Гитлера сразу были посланы командоса об этом, найти любыми путями уничтожить его, Паулюса, чтобы он не сказал там, что где было-то. Ну советские успели его угнать, в монастыре держали, отдельной комнате, но все равно можно было узнать. А после этого еще и все время его с места на место перекидывали. Запутать следы. Это самая большая конфетка была у них. И когда начался процесс в Нюрбинске, это самый главный обвинитель был. Он с Гитлером план Барбаросса нападения готовили, говорит, мы. Геренка спрашивает, кто готовил, тот-то, а кто? Ну кто, Паулюс. Вот был бы он у нас сидел, он бы подсказал. Да нет, это потому что Советский Союз готовился напасть, а мы раньше, как, ну, Резун говорит там, называется Виктор Суворов, и здесь они его вдруг привозят тайно в Берлин, а он бы еще кишит там фашистами разными где-то, выписывают два пропуска, пройти в эту зону американскую, а второй проникнуть в это, и его там сразу где-то закрыли у себя. И когда сказали, есть свидетель, Еринг смеется там, какие свидетели-то нету, свидетели все погибли, они не знали, что он живой, и вдруг он заходит. Паулюс, и показывает, как он открывает двери, Советский идет сзади и начинает говорить. Он поднимает руку, клянусь, и начинает тогда говорить. И как эти, которые сидели, они поняли, он пригав, всем он засчитал. А он-то думал, что дадут жену это встретиться в Берлине-то, какие подлые Советские-то. Продержали сколько надо его в Берлине, использовали, и обратно, и жену не дали встретиться. Даже в 17 мгновений весны смотришь, Ширлиц этот, Тихонов-то играет, и то она зашла, он сидит обедает, нет-нет, глянет она на него, чтобы увидеть, завели в ресторан, где он сидит там. Это не дали увидеться никак. Могли привезти, я сказать, это ради ее безопасности, что за ней наблюдали, куда она поедет. Ну, то врут. Ну, можно было в Советский Союз привезти, можно было оставить ее до освобождения. Не дали. Он год сидит, два, три, четыре. И, наконец, от родственников получает письмо, говорит, она умерла, у нее рак был. Что-то такое, ну, специально сделали, видно, где-то. И они говорят, он ушел в свою комнату, фельдмаршал, и весь день проплакал. И показывает, как он вышел, я не мог без звезд смотреть. Какие же они подлые. Ну, узнали, что она болеет, но тем более уже заботятся они еще. Ну, привезите. Он ее любил, безмерно любил. Не дали. Даже советские мне с женой давали встречаться, и не один раз давали свиданку и прочее. А я-то для них враг. Опубликовал, купил, агулак наполнил. Я первой в стране наполнил всю страну этим. Новый мир печатал, ровно на 10 лет позже меня. Это сейчас в газете напечатали, кажется, российская газета путинская. И материал о масонах. Я 14 лет работал над ним. Это смертельный. У меня курировал Юрий Михайлович Никулин, когда он был подполковник КГБ. И он говорит, а как вы могли так чисто записать, как на студии? Я говорю, ну, такие большие мастера, знаете, как ваш материал такой. Я говорю, открыл дверь, я ваши материалы там сотрудники прослушиваю где-то. Я сразу дверь закрыл, чтобы не отвечать, что я слышал. Кто слышал, не имеет права жить дальше. Вот какой материал был. Это мне подполковник говорит, в советское время уже, уже не сталинское время это было. Я говорю, закрыл дверь, чтобы даже не слышать. Я все точки поставил. Какую власть занимала оппозицию, когда принимали, как масоны план отоделали, это революция, расстрел, все остальное. И сейчас показывают. Жуков находится там. И в это время, прямо открыто фотографируют, у него идут посвящения масона. У Жукова? Да. Ах ты! Какого-то, рыцаря. Рыцарь какой-то там. Ну, это я знаю, о чем это. Красная такая лента надевает, это масонские знаки. А теперь нету ни масон. Я говорю, я уже увидел все. Как увидели? Они еще сейчас выставили. Рассекретили. Только что рассекретили. Вынесли из архивов, а я пришел туда. Здесь нельзя было попасть. А я так как-то подошел, Господь позволил, в Алтайской крови библиотеке. И они ко мне все расположены. И однажды они посоветовались, работники, и меня пустили туда в архив. Подвал, подвал. И я там сидел, и все сидит на магитофон всяких. Когда были громпластинки. И с них все речь Сталина, Ленина. Когда мне надо было озвучить все. Когда в Карлсхорсте принимал капитуляцию, и что он говорил, вдруг все у меня было. Когда они делали, так как можно было где взять? Эти материалы мы даже не слышали. Ну, Бог дал. Как нас спрашивали, когда я говорю, ну вот это разговаривали, ладно. Разговаривали в кабинете. Нас только было там трое. Как вы могли это знать, записать? Я говорю, записано до запятой. Неужели? Я говорю, да, ну я потерял-то, выпустил. Они считают, до запятушки все точно. А как вы могли узнать? Наверное, запись была. Где микрофон был? Я говорю, в Бороде. В Бороде. А запись где была? Ну, на 300 метров под краевой администрацией. Машина стояла, все записывала. Это тогда было. И там арестовали одного в Москве. И узнали, что он со мной знакомый. А теперь его допрос мне прислали. Прислали уже. Я в тюрьме сижу. У Сергея какой-то там ленил, что-то такое. Это он в книге там написано. Для Своего Божьего. И они спрашивали, а Лапкин-Ущилова ставь на записи? Как будто школа какая-то была. Понимаешь? И вот теперь, когда мы это считаем, мы должны все во внимание это взять. Вера в то, что недоказуемое. Ну, а как-то верить? Я верю опыту людей, которые прошли. Ну, если у вас доказательство, что Новый Завет, точнее Корана, там, Веды, я никогда об этом не задумывался. Я поверил, это в первую очередь мое внутреннее чувство, а во-вторых, более нравственно, более чисто, более человеколюбивое не жили последователи того учения. Его надо только узнать. Кто хочет знать, от Бога ли я, Господь говорит, исполняй слово. Мне очень нравился, допустим, Муссолини. Я узнал его программу и начинаю, ребята, я целый месяц буду с Муссолини рядом. Начинаю его полнять, я вижу умно, умно, умно. А здесь ошибка, здесь ошибка. Нет, не пойдет. До конца не дошел даже. Гитлер, почти до конца я дошел, с ним вижу, нет, не то. И не то. Человеческая, мудрость человеческая. Ошибается, ошибается. Тут не надо выходить, плененое не годит. Я технику не брал даже, это вообще мошка. Стал учение Христа считать. Я поплыл. Это вот то, о чем я думал. А это вот то, о чем я тосковал. А это вот то, что я говорил когда-то, но неправильно немножко. Но, в общем-то, я уже нащупал. Я понял, оно божественное. А когда узнал, какие последователи были, апостол Павел, Петр, там все, я познакомился с ними-то, я побыл вместе. И я понял, сравнивать, и как нельзя с теми, которые последователи того-то, того-то учения было. Даже близко нет. Поэтому я христианин. Я познакомился с баптистами. Все иоретические, иоретические учения, я их доконспектировал. Коснулся православия, вижу то, мошкара. Даже стоит, еще не стоит говорить. Без церкви нет спасения. Вот Илариона Троицкого книга. Она вон она лежит у меня. Видели ее, нет? Знаете? Видел? Да помним. Помним ее. Давай, считай. Послание Титу, 1 глава, 3 стих. О, смотрите. Илариона Троицкого. Он умер почти в ГУЛАГе. Его, кажется, отпустили только, и он умер. Замущили его. Это секретарь патриарха Тихона. Вот она. Пожалуйста. Ты просчитай, один раз ты. Не держись за свое. Необыкновенное время переживаем мы сейчас. Лично в моей судьбе, жизни. Сколько новых людей пришло, никогда столько не было. Каждый день. Есть мусульман, пришли, крещение принимают. Мне говорят, нельзя показаться, там пообещали меня убьют. Вон и идет. А то вот вчера двое евреев, с ними Евгенит, он участвовал даже с нами. Я все искал, 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 где и нашел русскую православную зарубежную церковь. И там принял крещение. Полное погружение. И священник удивительный. Как ты назвал Александр, или как? Он сказал, хочешь, пойдем в Иордане. А хочешь, у нас большая купель. Я избрал купель. Я говорю, я бы Иордан только избрал. Даже у Дедахи написано, говорит, крещение должно быть в проточной воде. Если нету, стоящий озеро. Если нету, соответствующий сосуд баптистерии. А если этого нету, ну дальше так вот. Четыре этапа. Ну, мы, говорит, решили так. Полное погружение. Детей полное погружение крестят. Но женский монастырь, там никого не призовешь. Если ты придешь, только сзади стоять где-то. Мы ищи другое. Где-то там, где можно приходить. Как общину образовать. И все начинают об общине говорить. А общины-то нет нигде. Приход есть. Пришел, ушел. Ну да, вот так и есть. Община, что такое, понимала. Александра Ивановна Черняцкая. Она из-за этого и пришла. Она увидела стоять. Там Игорь Третьяков с ними. Подошла. Кто это? Что за люди? А что они стоят? А вы не знаете, занятия идут. Как этот во сне-то видел меня. 50-ник-то. Он зашел на ресурс. Сразу прямо вышел. Меня нашел. И начал считать. Я понял, что он там понял. Я говорю, тогда в своем говорю, вы знаете, есть такой вот лапинок. Они говорят, не знаю. Как не знаете? Я говорю, другому не знаю. Ты спроси сейчас у людей, у грамотных. Кто глава Китайской Республики? 2 миллиарда. Ну, кто? Ну ладно, там Кин, Щир, Ир, И. Там можно найти. Ну ты скажи, в Испании кто сегодня? В Израиле кто? Карлос. Бензамин там был. Голден Меир. Я их всех знал. Да их меняют все время. А ты назови кто в Испании? Франко все знали. А сегодня кто? Ну, в Германии там везде светится Ангела Меркель. Это можно еще. А вот что спрашивают? Тату Лапкин не знает. Я до того удивился, не знаю. И в Израиле тоже спрашивает священника. Знаешь, он говорит, не знаю. Как же не знаешь? До того смешно. Это вообще. Ну, хоть вы печатали где-то, говорили. В Барнауле-то не все знают. Правда, в Барнауле, когда я по радио работал, три программы, стою в трамвай, я с одним разговариваю, один писатель подошел. Говорил, а вы не Лапкин будете? Он никогда не... Да. Я вас все время слушаю. По голосу узнал. А другой узнал, кино было, подошел и говорит, прямо на площади здесь. А почему вы нигде сейчас не печатаетесь? Я говорю, а где я печатался? Так у всех газетах было. Нету, сейчас книги идут. Сейчас не дают. А когда книги закончил, сейчас в интернете. В интернете такое, что не выскажешь. Вот так. Давай. Это Бог делает. Он меняет. И надо вписаться в это. А другие хвалятся. У меня нет ничего электронного. Вроде я спасаюсь. И как ты спасаешься? Где у старообрядцев? У них нельзя в руки ничего брать, кроме своего ведра. Да вот в Потеряевке, к примеру, это не стоячая же там вода? Там все равно ручей-то есть какой-то? Вытекает? Нет, это стоячая. Стоячая, да? Она из него вытекает, но это не проточная. Все время вытекает. Но это не ручей. Нет, у нас нету. Вот Бог, это поточная. Ну, понятно, да, да, ясно. Ну, это не Дахи, говорит. Это считается, ну, не настоящая, как бы. Ну, понятно, да. Ну, вода, в общем. Ну, афокрифом он приписывает. Но там много есть хорошего. Давай. Смотрите, тут первая глава, третий стих. А в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне, «По повелению Спасителя нашего Бога». Толкование. Вот этим стихом сегодня только утром назвал один ролик. Интересно, как ни раньше, ни позже. Толкование. Что бы кто-нибудь не сказал, почему он медлил дать то, что определено от вечности, говорит, что из попечения о нас и для того, чтобы сделать это благовременно. Временем Писание называет удобное время, как, например, время Господу действовать. Псалом 118, 126. Итак, свое, говорит, время, то есть сообразное надлежащее время. Что же он явил? Слово свое, то есть Евангелие. Каким образом? Проповеди. То есть явно с дерзновением. Проповедующий не прибавляет, не убавляет. Так и мы проповедуем то, что нам повелено, повелено, конечно, только вслух всех, как и Христос сказал, проповедуйте на кровлях. Матфея 10, 27. Означая способом и местом прямоту, беспристрастность, свободу. Заметь, последовательность требовала сказать так. Явил свое времен, то есть вечную жизнь. Но он привел не так, а явил свое слово. Справедливо. Ибо Евангелие все объемлет, как то, что в настоящее время нам дано. Благочестие, веру, истину, так и то, что обещается в будущем веке. То есть жизнь вечную. Некоторые, впрочем, под словом его разумели сына. Эта проповедь, говорит, поручена мне. Итак, если поручена, то я не должен мыслить того, что недостойно поручившего мне. Не должна притворяться или выражать неудовольствие на то, что мне поручено. К тому же это поручено мне по повелению. Иначе сказать, я невольно вынуждаюсь сделать это. Из того, что должно делать, одно делается по повелению, другое по увещанию. Например, примирись с братом своим. Матфея 5.24 – это повеление. И кто не исполнит его, наказывается. Но продай имение твое. Матфея 19.21 Если желаешь, и еще кто может вместить, да вместит. Это увещание. И не исполняющий их не наказывается. Итак, говорит, мне поручено проповедь по повелению. Так что мне необходимо исполнить его. Горе мне, если не благовествую. 1 Коринфянам 9.16 И это не по властолюбию, а по нужде. Чье же это повеление? Спасителя Бога. Поэтому, если повелел это Бог, желающий нашего спасения, то как я не покажу своего расположения спасительному делу? Комментарий Игнатия Лапкина. Если сегодня было бы дано задание на бумаге в виде графика изобразить хронометраж времени от раннего утра до позднего вечера, то какое место займет проповедь? Но, как говорит апостол Павел, и так вторит ему блаженный Феофилакт, мне поручено проповедь по повелению Божию. Сегодняшние пастыри могут сказать о себе только то, что они служители алтаря, и им это поручено по повелению в священном начале. На каком архиерейском соборе и на каком епархиальном собрании за тысячу лет на Руси ставился во главу угла вопроса проповеди Евангелия по всему миру. Так, чтобы, разъезжаясь после торжественной богослужения и трапез, каждый из них вез не награды на бедренники, камеловки и митры, но хвалился бы перед всеми тем, что ему поручена великая миссия благовествовать о Христе, и чтобы каждый из них с радостным лицом и сердцем торжественно провозглашал повсюду. Мне поручена проповедь по повелению Божию и по повелению моего любимого архиерея-благовестника, который отныне будет для меня в этом деле примером навсегда. Мечтать не вредно, говорит. Даже не вредский мечтатель, который Туэлс может это написать, верит. Надеюсь, что тут написано. Вот время. А что такое хронометраж времени? Вы знаете? Да, что не знаю. Но у нас всегда были хронометражи. Так, фильм Причинский. Кто смотрел о нас? Нет, не знаю. Кто еще смотрел? Это все равно, что сейчас спрашивают сейчас. Все равно, что где-то в Индонезии спрашивают, знаете, лапки. Ну, каких-нибудь там улусов. Неужели предчувствия не смотрят? Да они просто не помнят, Игорь Дмитриевич. Второе крещение России. Наш фильм разбирает хронометраж времени. Фильм документальный. Не больше 45 минут. Поэтому он 44, 55 секунд. Ни одной секунды больше нет. И вот я никогда не видел такого хронометража. Я считал, считал. И думаю, да тут можно уже просмотреть фильм, как я 96-й смотрел. День за днем. Все абсолютно. Отдельная строчка. Ветер. Листья летят по земле. И в самом деле. На нем надписи. Если вот так все взять хронометраж, можно фильм возобновить, даже несмотря его опять построить. Пушки. На одной из них сидит ворона. Следующее. Объектив повернутый туда-то. Там на лошади пасутся здесь два пастуха. Следующее. Выступает Лапкин. Объясняет, что-то там такое. Опять. В два момента выступает Лапкин и Та. Лапкин и Та. В фильме. Я посчитал, выступает Лапкин и Та. Ровно 25 раз. Одно и то же. А что я выступаю, тут уже они не говорят, потому что я говорю о разном. А вот именно самые маленькие изменения какое-то. Подходит к незнакомым человекам, открывает квартиру Лапкина, заходит, видит иконостас, зажигает свечу. Дальше опять. Выступление Лапкина. Слова его. Вот это да. Бодрствую. Хронометраж это поминутно. Я вот вспоминаю в своей жизни. Хронометраж за мной был поставлен от моста поезд за 140. Почему у меня такая большая выработка? 280-300 процентов. Это невозможно. Но ей прислали человека, девушка молодая. И она пришла, и где мы работаем, она какой-то стульчик, села и записывает. Я не знаю, что записывает. Ну, сидит, да и сидит. Я поднялся, пошел, на выхода пошли. Как куда? По делу. Ей неудобно и спрашивать, а мало ли куда мужик пошел. Я говорю, я узнал, я спрашиваю всегда, где наша следующая работа будет. Сказали, через два дня нас переводят в тот корпус идти, а это далеко. Я быстренько пошел туда, посмотрел, и там работают, а окна не вставлены. Только коробки одни. И нас, я знаю, заставят этим рубероидом зашивать окна. Поэтому я решил сейчас пока, что, я туда быстренько пошел. Мне надо идти сейчас там увидеть человека для работы, затянуть вдвоем. А попутно я рубероид сейчас возьму там внизу и отнесу, и мне идти не надо будет. То есть я сэкономил сразу минут 20 на рубероиде. Она, скорее, записала. Что бы я ни делал, она спрашивает и записывает, а потом начальству подает. Вот они ее экономят-то. Это вы сколько досок заложили? Я говорю, 15. Она записала. Приходит, он 15 досок, один зажимал. Я распорт сделал, 15 досок. А у них сколько? Они по три, три доски вдвоем. А если один, я 15, я сначала делаю, куда я шагнул-то сразу. Я их зажимаю, а с той стороны упор в другую стену, дальше подкалащу, бегом туда, пять подколотил, плотно сжал, начинаю, три доски прибил, а остальные убираю, они уже зажаты. И начинаю бить. Вот эти, пятый, шестой этаж, разницы нет. И надо, чтобы лаги, на чем лежит пол, это лаги. А они бруски. Их надо антисептировать, мазать. Мазать то, что червяк не возьмет. А чтобы было видно, мазано, не мазано, в него добавляют краску, растворенную. И она получает такая, розовенькая где-то. Это надо брать, ведро приносить, как Володя делает, мазилку, она такого там, ну там же она, не густая, и прокрасить эти лаги. И доски, которые я прижимаю с той стороны, чтобы не съел червя или что-то, тоже надо все антисептировать. А вот она комиссия. Вначале проверять, а там где вентиляционные окна, то они туда сунули руку. Не пахнет, ничего нет. Это как вы еще не мажете? Нет. А кто-то целый мажет, ну открывай доски, оторвал, ничего нет, зачем обманываешь-то. Пришли на мой этаж, выскрывать полы, все снимать, заново. А заново, ты знаешь, как сегодня надо заново вытаскивать, выколащивать. Ко мне пришли, руку туда сунуло, вытащила рука, мокрая. Это у вас все так доски? Все. А кто видел, что все именно? А ну-ка вот эту доску с той стороны тоже промазана. То есть я теряю время, но я знаю, что норма не должна быть нарушена. Дальше они становятся, а то как полы перед ними шатаются, трещат. Я их сначала выравниваю, все по уровню, и даю, чтобы не так, чтобы по сторонам лаги клинки забить, ну лишь бы держало. Но когда начальник пришел, стал прыгать своим, там полтора центра, то я садил, все лаги мои пошли, а у меня попрыгали, стоит на месте. И на весь дом, только мой подъезд, я бы весь сделал, не переделывали. И вот отсюда набирается. И ты хронометраж времени проведи по-божественному. Во сколько встаешь? Я спрашиваю. Во сколько встаешь? Да по-разному. Я уже больше спрашивать не хочу. Я знаю, нет у тебя времени интимной встречи с Господом. Личной. Нету. Вот у меня было, нынче вернулись, я не знаю, что там мы делали, то есть с Володей на улице. Я до того там устал и лег, и до утра не проснулся, что там встал. А ночью я не вставал. И я уже тогда, ладно, Господи, я ночное перенесу на дневное и дневным там семиразовая молитва, пусть будет восемь. Я с Богом разговариваю. Да Богу так и нужны твои эти колебания-то. Мне об этом не надо рассуждать. Я святый считал, говорит, сатана очень не любит поклоны, потому что поклонами ты смиряешь себя. Ярочи, ты себя смиряешь. Тело у тебя оживляется, как Северопима Гавриловна. Я поклонялся, говорит, сон ушел. Я еще для большей крепости несколько упражнений сделала и опять стала молиться. Кто будет делать это? Мы встаем всегда воскресенье, не воскресенье. Надежда Васильевна приходит нам чуть попозже, там несколько минут рядом. А в воскресенье она не приходит, почему мы идем в храм. Вот ты возьми это за порядок себе. Итак, хронометраж, во сколько? Ее возьми, она к 11-ти завтракает. А мы еще семенец в Орлоде уже позавтракали. В 20 с лишним часа на ногах. И далее свободные. Притом одинаково везде. Каждый день трем морковку. Даже дважды в день. Кто трет на самом мелкоморке? Подними руку. Постоянно. Постоянно и каждый день. Все, опустила голову. А руку-то подняла, была. Нет, ну я ела морковку. Да никто. Я спрашиваю батюшку. Нет, Виктора спрашиваю. Никита у нас жил. Никита, будешь делать? Мы уезжаем сейчас. У тебя морковка осталась. Не буду. А когда мы натрем, третью часть ему сразу. Он с удовольствием ее съест или слопает. А вот возьми за правило, за правило. Ежедневно считать Слово Божие. Ежедневно. А когда человек ничем не занят, то представь, вот пенсионер, вот он встал, встал поздно, на работу мне не идти. То есть в разное время. Телевизор интересная серия смотрит и ходит один. Те ушли. Занимает место. Что родные-то думают? Да когда ты подохнешь, старый хрыщ-то, хоть скорее бы место-то занять. А он себя так обезопасил, ложится спать, к дверям стол подвигает, чтобы загремело, проснулся. А под головой нож держит. А от кого спасаешься? Да от сыновей своих. А почему ты сам-то не верующий, а их в церковь посылал, в воскресную школу? Так если они будут верующие, они меня не убьют. А так убьют обязательно. Ну ты дальше, ты посмотри, даже в этом плане самосохранение необходимо, чтобы рядом были верующие. Вот я никому не советую искать что-то, кроме православия. Здесь все. И самое главное, нет сиротства. Трудное место я сейчас только раз, вот фракты нету. Я к Иерониму, блаженному Августину, нашел. Все, благодарю Богу. Сектант ничего. А мне открыто. А кто тебя открыл? Ну Бог. Ты уверен, сегодня, 12 ноября 2017 года тебе, Бог открыл. Бог, да? А адвентистам, их вот 5 человек в городе, они все по-разному понимают. А им кто открыл? Они тоже говорят, открыл. Я могу сказать, кто тебя закрыл, а не открыл. Сейчас баптисты пишут, говорят, у нас в Америке, как одеваться отсюда-то. Здесь они нормально были, ну без платков это всегда были. И как они там? Да у нас, говорят, сейчас там как будто учение идет, как одеваться, а как раздеваться. Как мирские. Я говорю, жена-то у тебя без платка. Ну дома-то я заставляю. А при чем тут дома? Мусульмане нигде она без платка не боит, нигде. Сидит за рулем и в хиджабе. В Болгарии мы были, я видел. Я ей поклонился, она мне улыбнулась, и все. Женщина-то выглядит совсем по-другому. У мужчин это борода скрывает все эти две жилы, на которой голова торчит. А под старостью их всех видать, какой он есть, человек-то. А в платке-то она сидит, ну... Красавица. У нас у Игоря Барабаша была там... Как ее звать-то было? Матрена? Матрена, бабушка. Она умерла. Они взяли, докормили. Я сказал, баба, ты что-то сильно уже составил? Составил. Так меня туда взяли, там на меня один старичок схватался. Вы такие красивые, что соседний старичок ко мне подошел и говорит, вы бы мне среди своих-то бабушку какую-нибудь подыскали, чтобы ухаживать за мной. Еще чего, мне самому не хватает. Так что у вас, моногата, полигамия какая? Так мы молиться пришли, полигамия. У них одна из велиных работает, и та очень низкая. Тогда американцы-то приехали сюда, у нас были-то, с этим. Директор Губейского общества-то. Как его фамилия? Булатов. Булатов, да. Булатов. Как звать? Юрий. Алексей Владимирович. И он их привез сюда, американцев двоих-то. Я не вышел, он вышел, он говорит, какие у вас женщины красивые. Я говорю, красивое одеяние у них. Они такие же, и веселые, и все заметил. Вас видят. И Сигнеев тогда тоже. И мне, главное, баптист знакомый зашел с Америки на дня, говорит, я видел, как у вас одеваются. Прекрасно. Сам баптист, ни с места не смеешь. Я говорю, так вы же еретики, ну как так, у нас же церковь. Я говорю, еретичество, и сейчас собрание людей. А я его знаю, давно-давно, уже лет 30. Я говорю, а на вас на всех, я смотрю только, как на изменников. В стране раздрай такой, тут верующие нужно. Собрались в Америку. Кто вас гнал? Да еще встали, чтобы платили вам, как гонимом. Кто вас гнал здесь? Что врете-то? А кроме того, клятву давали в Америке. Что случится с ней? Мы готовы защищать души. Вы же продажные все. В Америку удрали. Я в Америке был, мне бы дали статус. Я сидел, репрессированный. Я не мог дождаться. Лучше потеряевки, кажется, вообще нигде на земле нету. И крапива, и все заросло, никому-то не нужно. А там все это завяжут. Они как раз и не спят. Изменники. Изменники. Я говорю, написано, каждый побежит к своему народу. Не от своего народа. Это вы Библию-то не знаете. Я еще не прочитаю. Кажется написано. Да не кажется. Считаю, глава стих такой-то. Писание совсем не знают. Я говорю, ну вот такое-то считали. А где это написано? Ну как написано? Я говорю, пророк Исаия, восьмая глава, двадцатый стих. Я слышал где-то. Да качешь ты? Баптист. Баптисты писания знают очень-очень плохо. Только отдельные места, толкуемые в свою пользу. То есть себе во вред, по правде сказать. Я сейчас выставил пять вопросов. Реестр. Кто с сектантами разговаривает, как говорить? Он говорит, и кто одной из стих малейшей заповеди нарушит, малейшей наречется. Скажите, о чем речь идет? В царстве его. Малейшая впереди девять блажен, блаженны нищие духом, что поется так. Как одну нарушит и других научит, и царстве больше будет? Я как-то не задумался. Ну сейчас задумался, задумался. Христос ошибся. Так тогда как? Нет, ну если не будет. Или переводчики неправильно перевели. Ну дальше, продолжай. Второе, это знамение Сына Человеческого. Что это за знамение? Один пишет, вот как вознесся Христос среди двух мужей, так перед ним двое на облаках явятся. Я говорю, ты когда? Вчера вечером узнал? Православный же бывший. Знамение-то, когда ангелы были знамением-то? Никогда. А ты знаешь, что такое знамение? Я-то знаю, конечно. Знамение, когда покажешь, враг трепещет. Знамение. У коммунистов какое? Пятиконечная звезда. У Уитлера какой? Поломанный крест. Свастика называется. Она очень такая притягательная. А у христиан крест. Здесь два было регента, у баптистов в 1967. И они регентовали. И оба ходили ко мне на занятия. А тут надо было выходить, а у них перед тем, как расходиться, а он в хор, где хор-то, идет у них там, тоже свой хор. И, и, которые одеваются бабки, то они не торопятся, в тепле, потихоньку, то он говорит, сестры, потише, мы сейчас молиться будем. Че? Ну, такие, как я. А не знаю, тогда он повернулся, Андрей Мецкер, повернулся и говорит, молиться, а вы увидели, православный, а мы увидели знамение, как он показал, что мы будем молиться, так вы подождите, а там Маша Глушкова была, их обоих сразу оттуда, и с реаги-то выкинули. Он говорит, да я показал, как молиться надо, и ничего не может доказывать, он пришел, еще такое, говорит, теперь ты узнаешь, что такое знамение. Ты собаке покажи палку, которую били его, она хвост подожмет, через забор ленис, или лбом прошедет калитку. Потому что ее били. Сатана побитый крестом, любовью его. Сатана может показать, что угодно, во сне и наиву, но кроме креста, крест не может. Почему? А у него, говорит, материала на это нету. Он построен на сострадание любви, а у этого нету, на смирение. Впрочем, Отец Небесный, да будет воля твоя, а это нет, почему я должен ему подчиняться. Кто смотрел, адвокат дьявола, когда он уже начал перед ним ходить, и выказывает, он там старик смотрит за тем, дал человеку вот это похотение, это он же заложил, а потом нельзя, и теперь смеется сидеть над нами, а мы тут мучаемся, к женщинам тянет нас. Это он не заложил, дьявол, адвокат дьявола. Вот вы так его рассуждаете. Держитесь православие. Ничего чище православия нет, и ничего сегодня более опоганино, нету. Еще сумели сделать с ним. Все разрешено. Еще, потому что вожди вроде Осипова. Все объясняют, не вечного мучения, ничего. Таких они находят, тебе руководители. А есть такой, ты бери такого наставника, строже которого всей Вселенной нету. трудно обучение, вот и все. Легко тебе будет переходить в мытажство. Это бой настоящий. Там будут строить адские рожи. У меня есть стихотворение такое. Страшные адские рожи. Послание Титу, первая глава, четвертый стих. Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Толкование. Сын может быть и неистинный, как блудник, христианин или корыстолюбец. Такой сын, хотя и возрожден через крещение, но не истинный, потому что не достоин Отца. Назвав Тита сыном и усвоив тебе звание Отца, апостол слово снова уменьшает эту честь, говоря, по вере я не имею ничего больше в сравнении с тобой, ибо она общая, и ею возродились как я, так и ты. Почему же апостол называют его своим сыном? Девчонки, все, нарисуйте мой портрет. Начинайте все рисовать. Возьмите чистый лист бумаги и нарисуйте. Смотрите и рисуйте. Позировать будет. Это наша Наташа Приходько в 68-й школе изобразительное искусство проводила, а она закончила Алтайский государственный университет. И одна девочка вот так вот вышла, подошла к ней, ты что, а у нее здесь какое-то пятнышко белое, она посмотрела, с какой стороны, пошла, опять села и нарисовала. Чтобы точно с натуры-то было. С натуры и цветы. А пришла смеется. Давай. почему же апостол называет его своим сыном? Или, чтобы показать свою любовь к нему, или потому, что он сам крестил тита. Так как у обоих одна и та же вера, а не братья друг к другу. А так как Павел крестил тита, то он отец ему. И так, выражение по общей вере означает братство. И этим указывает на братство, когда говорит от Бога отца. Он возбуждает тита, чтобы тот помнил, чей он сын именно Божий. Смотри, как он, чего желает простым людям, того же желает епископу и учителю. Ибо ему самому более других нужна благодатная Божья сила. Как несущему притяжелые времена нужна милость. Как такому, которому трудно избегать повинности пред Богом во многом нужен мир, как поставленному в необходимость быть в столкновениях и вести непрерывную борьбу. Ибо и одно исправное прохождение епископства возводит на небо. И одна неисправность не сводит в ад. Можно? Можно. Так если так рассуждать, то у нас епископы они сейчас не по евангельскому установлению. Написано епископ одной жены мужа. Там детей воспитывает послушание и так далее. А они отказались полностью сейчас монахи одни епископы только. И что это? Прекратик объяснял этот вопрос. Молодец он. Хорошо, что он объяснил. Он говорил, что не запрещается одному бред, что не больше одной жены было. То есть это запрет двои жен. Лена, посмотри как твоя дочка на меня из-за плеча в Ливии посмотрит и дальше рисует. Вот тут рождаются репины. Они сейчас мою голову как репку нарисуют. Что может собственных платонов и быстрых разум гетонов российская земля. фотографии которые сделаете около дверей повешаю. Как охота на улицу идти агену сразу попящусь и не пойду. Дружеский шаш. Да нет ничего. говорит фотографии и биографии даже в фильм не примут. Огнюшка нарисовала меня так ничего я похож на кого-то. А Тарасий что не рисует? Он девушкам сказал. Тарасий он механический парень. Он роботов только будет. Нестор рисует. Тарасик пожалуйста рисует. Дайте его по этой стороны рисует. Ты что ты лучше всех рисует. А ты что машину начал рисовать? Что Аня какой секрет? Игнатик значит в машине или что? А вас прощение. Что продолжим? Давай давай. Послание Титу первая глава пятый стих. для того я оставил тебя в крите чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресс-витеров как я тебе приказывал. подпишите кто рисовал чтобы я знал от кого прятаться. Толкование подобно тому как в домашнем быту из представленных на служение один делает одно другое другое точно так и они разделили между собой вселенную по частям и все трудились на это именно и указывается здесь словами оставил тебя в крите потому что сам он очевидно отправился в другое место чтобы трудиться там смотри как он не стесняется писать ученику чтобы тот довершил недоконченное им он он заботился об общей пользе а не о своей собственной чести обратим внимание также и на то что все это он исправлял сам что же вело к чести или похвале это он поручает ученику разумею рукоположение епископов и все прочее что имело нужду в большем устройстве так он называет здесь епископов и в послании к Тимофею далее по всем городам говорит он не желал чтобы весь остров поручен был одному лицу но чтобы каждый город имел своего пастыря таким образом и труд будет легче и наблюдение тщательнее батюшка сказал на одного пастыря не больше пятидесяти должно быть пособных как у нас чтобы каждому уделить внимание и так далее о приходах пожалуйста ходят люди косяками и никто их не знает а если и не пришли то единственная только забота как говорил отец Павел Каменский главное когда каждый месяц к епископу едешь чтобы деньги привезти которые и должны то есть епископ он не должен отчет о проделанной работе с пастой а должен деньги привезти все и он говорит и деньги доставал ну где только можно и занимал и родители присылали ему и что только не делал просил у богатых ходил деньги как стыдно гнать тихон вы сидите вам нельзя вам ни в коем случае нельзя я новое что узнал гитлер открывал везде храмы количество храмов известно в львовской области это все известно было мне и вдруг узнаю что сс выводимая гитлером особая раса людей это самые крепкие воины были нигде не сдавались как шахиды сейчас они особые и когда были они в других местах во Франции где заходили в храмы и распятие Христа везде ломали бросали это была новая религия враждебное христианство первый раз увидел это мирное время уже война закончилась и они просто врывались туда и уничтожали распятие Христа но у них не рисунок а в виде статуи не про немцев говорилось а всех кто такие эсэсовцы вообще неудивительно даже а эсэс что это была за структура ничего себе жестокие а ты в Википеде залеги посмотри ты многое там узнаешь это самые элитные войска метр восемьдесят пять кажется что были ростом не меньше голубые глаза какой нос и все остальное от них уже там в Дании везде набирали девушек подобных они от них зачинали особая раса уже была выведена и таких детей рожденных уже двести тысяч было когда принимали в эсэс он говорит меня приняли я целый день в форму не снимал чтобы всем в городе показаться но потом требования стали пониже многие стали принимать уже не с голубыми глазами там скандинавские пошли латышские и ростом поменьше в Афен-СС когда начали образовываться дивизии в 1939 год надо рисовать каждый раз и все больше будет похоже у меня художник знакомый ну он художник какой рисует он по клеточкам рисует иконы рисует очень хорошо ну и меня портрет начал рисовать и так и не мог это не я я говорю давай так сделаем мою голову обращем обхватим закрепим на штативе и с той стороны свет будет и ты на стенке обведешь мой контур от головы ну а потом глаза подрисуешь он сам смеялся я вот однажды со второй полки слазил и стал обуваться ну сколько времени ушло напротив сидел мужчина я спросонок не знал я уходи только возвращаюсь он мне подает бумажку я гляжу это я я обуваюсь но только он никаких теней ничего просто так вот обвел я как будто фотография такой талант вопрос можно в интернете спрашивают как образовывать общину вопросы такие у людей возникают занятия спрашивать я отвечаю общину образовать на благовестии вот если бы я не прилипал московской патриархии всех туда направляли а делал бы как старая бряца или там герман сервиков это еретики ели все я бы мог 600 общин образовать в один день одну едем дальше другую люди везде обращаются дали инструкцию отдельно собирайтесь а я всех направляю а туда пошли они все игрушек не дают этот еретик тут был он нас простал а я говорю как открыть приход а как общину вы начинаете работать батюшка приглашаете занимайтесь словом Божиим занимайтесь и будут истинные люди которые не будут удовлетворяться одним богослужением богослужение оно назначено для возрожденных для людей неземного происхождения а раз таких нету а то идет это все обман никто ничего не знает не соответствует главное это упущено вероотслышание а у православных стало через что через язык через причастие через просвор через запах ладана глазами так блестящая одежда надетая так интересно ну-ка посмотри а та выглядывает то ли у ней срисовывает то ли так и два кармана а где фотоаппарат плюс хватило бы рисуй еще возьми еще лучше получиться профиль нарисую а вот такой вопрос от священников никогда не возникал как образовывать образовать общину как особенно священник к вам спрашивал вопрос такой было 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 конечно было такое два священника деньги романах а другой просто целев天 бат называется. И что они сделали? Обратились двое. Они вышли к народу и стали исповедоваться. Не людей исповедоваться, но сами исповедоваться. Мы еще не достойны называться христианами. А мы вот так. Вот я учился в семинарии. Только покрасоваться друг перед другом. Нетерпимость. Полная исповедь. Я говорю, вы обратите внимание, что бабки-то в вашем большинстве лечатся у колдунов. И он тогда поставил вопрос. Великий пост на Саус говорит, исповедовать никого не буду. Прищищать не буду. Пока не принесете из дома свои вот эти молитвы, которые записаны. Люди принесли примеры. Говорят, вот такие две стопки было. Тетрадей. Церковь большая. Город Фрунзе. Киргизская ССР. И на последней неделе только стали исповедовать, прищищать. Пока это все выжгли с корнем. Два человека. Кто желает, я могу фамилии назвать, имена. А один в Дивеево потом встал. А этот батюшка меня увез к себе в Петербург. Я там выступал. И многие не приняли. Он говорит, а у них на голове как надетый колпак медный. Ничего не проникает. Такое выражение. Он сам, кажется, психологический факультет закончил. Очень талантливый. Я его кое-как нашел в интернете сейчас. Я его сильно обидел. Однажды обидел я его. На него были большие нападки от своих церковников. И он меня вызывал. А я работаю на работе. Я не могу приехать. Я никак не... И он понял, что я его бросил. Ну, как бросил? Ты священник. Твой приход. Я помочь никак не могу. Ну, тогда было только письмо. Я все писал. И он обиделся на меня. Что я не приехал, когда он был в большой беде. О-о-о. Но обида же это не христианское чувство. А? Обида не христианское чувство. Не христианское. Абсолютно. На меня так же обидел. Обиделся вот отец Григорий Яковлев, которого Кришнаид убил. Он в Тобольске был. И вот обязательно я должен приехать. Я, во-первых, я там был. И приеду я на один день. Я ничего не сделаю. А я работаю на работе на государстве. Мне уехать нельзя. Но он на это не смотрел. Его письма, которые он обижался, у меня все подшиты в томах, которые у меня есть. Эпистолярное наследие. Я что буду? У меня действительно бывает такое. Нехорошее какое-то внутри. Самое печальное, когда человек уходит. Ничего печального этого жизни нет. Это самая большая печаль. Столько вложено в труда, труда. Наверное, это Тарас и будет тогда, когда вырастет. Ну-ка, покажи. Это ты быстро нарисовал. Да, не надо так быстро. Быстро не надо. Их говорит, даже борода неправильно. Нестандартно. Ну нормально, да? Все равно, что-то есть. Человеческое есть. Тарасий, рядом еще одного нарисуй. Только чтобы они не понравились. Он у Лены еще нарисовал. Тоже надо. Полина сейчас. Давай подним сюда. Что-то мини-мини. Сама только. А Полина, это что-то нарисовала? Пустите ребенка. Ой. Это что-то нарисовала. Слушай. Она лично хочет в уроке. Пропустите, она сама хочет правильно. Из рук в руки, депеша. Что он такой мелкий-то картинка? Да какая есть. Ваня, садись саги рядом. И там рисуй. Я не знаю, куда седу. Пройти. Это девчонку какую-то показываешь. Это что-то из Сирийской. На стенах. Арабская республика. А, росписи, да? Это Сирийская икона Пис. Молодец. Благодарю. Дайте ей бумагу хорошую. Дай мне совсем маленькую. Я ждала тебе листочек. Это Проба Пира называется. Попадайте, покажем. А, это... Что за чек? Что? Это чек? Это чек? Это чек? Это чек? Это чек? Это что, антенна какая-то вверху? Это у него такие волоси. Волоси торчат. Попросили, что они на техночном лице. Как она видела, так и все. Иди бабу Надю покажем. Продолжим. Давайте это. Слово Божие. Первое, киту, первое. Давай я сама. Глава шестойский. Молодец. Хорошо. Если кто не порочен, Муж одной жены Детей имеет верных, Неукоряемых в распутстве Или непокорности. Толкование. Если ведет жизнь Свободную от нареканий, Если никто не укоряет Его за образ жизни. Не бубните, пожалуйста. Ибо если свет говорит тьма, То тьма во сколько более. Чтобы заговорить уста иртикам, Осуждавшим брак, Он принимает епископы женатого человека. Ибо брак настолько честен, Что при нем можно восходить даже на священный престол. Но чтобы обуздать невозрожденных, Он говорит, Муж одной жены, Слушайте, Ибо кто не сохранил никакого расположения к умершей, Как он будет хорошим предстоятелем в церкви? Ибо кто не сохранил никакого расположения к умершей, Как он будет хорошим предстоятелем в церкви? Епископ должен быть непорочен. Двоизжонит же не беспорочен, Хотя это и допускается гражданскими законами. Кто не воспитал собственных детей, Как будет управлять другими? Ясно, что если бы он сначала хорошо и заботливо воспитывал своих детей, То они не вышли бы непокорными. Ибо грехи не таковы по своей природе, Чтобы они могли быть сильнее такого попечения. Апостол не сказал просто, Нераспутных детей, Но даже совсем свободных от укоризны в распутстве, И свободных от дурного подозрения. Даже если подозревает детей в распутстве, То не должно священникам такого ставить. И вот что характерно, То есть сначала как бы общины образовались, А потом уже на эти общины ставились просветера. А тут пресс-фитер спрашивает священник, Как создать общину. И хочет приехать в гости. Знаете к нам? Я знаю, я говорил, Это надо сходить к нему. Его пригласить сюда. Сказали, когда мы приедем, Пусть приходит. Да, повторно. Общину образовать очень непросто, И в то же время очень просто. Не просто то, Что должны быть возрожденные души, Чтобы все начинали трудиться, И, ну, конечно, объявления приглашать, Это не община еще. Но когда это будет образовываться, Я никому не советую делать, Как мы делаем. Нельзя к себе приглашать. Мы себя просто подрезали, И все. Но мы хотим показать. А почему? А почему? Потому что боязно. Люди придут, Идут к христианам, И увидят карикатуру. Я боюсь этого. А так, я могу сказать, Мы давали вам возможность посмотреть, Но к себе не приглашали. То есть я уже заранее Отходные пути проверил. Мы никого не... Сколько лет? Больше 20 лет, И мы никого не пригласили. Это 61-й. Ну, примерно уже 26-27 лет. Ни одного человека мы к себе не приглашаем. Говорим, есть такая община. Если желаешь, попросись. Идем дальше. Читут 1, глава 7 стих. Ибо епископ должен быть не порочен, Как Божий домостроитель, Не дерзок, не гневлив, Не пьянится, Не бится, Не корыстолюбец. Толкование. Как он может быть беспорочен, Если у него неверующие и невоспитанные дети? Бог поставил его над домом своим. Нет, а ты не рисуешь, Пересядь сзади. Божие занимает твоим место. Не мешаешь, они все время на тебя через себя влезут. Вот сюда, сядь рядом сзади. Поэтому во всех отношениях должен быть точным исполнителем воли его. Гражданские начальники властвуют над подчиненными силой закона, Посему могут проявлять дерзость и самолюбие. Епископ же управляет добровольно подчиненными ему и не должен доходить до такой дерзости, чтобы поступать самовластно, самовольно и не спрашивая мнения своих подчиненных. Ибо это будет насильственно. Далее. Не гневлив. За самолюбием необходимо следует гневливость, От которой также, само собой, следовательно, епископ должен воздерживаться. Ибо как он научит других обуздывать эту страсть, если не научил этому самого себя? Не пьяница, то есть оскорбитель. Какая необходимость оскорблять? Непокорных следует приводить в страх гиенной, а не оскорблять. Не биться. Ни руками не наносящий побоев, ни словами горькими и ожесточительными. Ибо он врач. А врач скорее врачует раны, но не наносит их сам. Некорыстолюбец. То есть показывающий великое презрение к богатству. В епископе всякая стяжательность, даже и праведная, срамна. У меня вопрос, тут написано, не пьяница и дальше толкование. То есть оскорбитель. Какая необходимость оскорблять? Непокорных следует приводить в страх гиенной, а не оскорблять. Какая связь между пьянством и оскорблением? Не могу ловить. Давай, дочитай дальше. Дальше, не биться. Нет, ты все дочитал уже? Да, да. Не пьяница. И вот три строчки еще раз. То есть оскорбитель. Ну, кто-то не относится к пьянице. Оскорбитель кого? Ну, того, кто в паство. Ну, или там, кто пришел к нему. Он сам по себе пьяница. Ну, я думаю, это потому, что пьяница неадекватный человек. Вот помнишь, как мы кое-куда ходили кое-кому. И он вроде бы и радость высказал, и чуть бороду не оторвал мне. То есть, с одной стороны, вроде бы и правда, ну, любовь такая, ну, она удушающая, или угрызающая, или разрывающая. А нужно быть, а так как ты, ну, трезв, бодрствуешь и так далее, то ты совсем не такой уже. Если ты любовь показываешь, что она такая бывает, иногда своеобразная. Может, он образ Божий оскорбляет сам в себе? Да, что непокорных следует приводить в страх гиенный, а не оскорблять. Ну, да, и тут, когда ты в таком состоянии, ты непонятно, что будешь внести, околесицу какую-нибудь. Ну, да, вот, когда, напротив оскорбления, напротив стоит, стоит... Восхваление. ...приводить в страх гиенный. Вот, когда он приводишь человека в страх гиенный, говорит, да ты как себя ведешь, ты же в вад попадешь. Чего ты меня оскорбляешь? Ты вот, когда жрался, так он как свинья. Чего ты меня оскорбляешь? То есть, тому, кто не верит, он, как бы, его оскорбитель. И пьяница, как он может оскорблять эту? Почему связь непонятная? Понятно, что оскорблять и пугать гиеной, это разные вещи. То есть, пугаешь гиеной для того, чтобы человек спасся. Оскорбляешь для того, чтобы сделать больно. Между обличением и осуждением. Брат, какой пьяница будет сам себя посылать в гиену? Ясно, что ты о гиене не будешь рассказывать, когда ты пьянен. Ты такой, у тебя все хорошо, нормально, все для тебя один любвизм будет. Когда выпивший. Ясно, что тут говорится, пьяница, это не значит, что ты ходишь, как у нас, и падают прям. Выпил немножко, веселый такой, жизнерадостный. Ну, как под воздействием такой легкой эйфории. Но пьяница, это же образ Божий, он теряет. И в нем уже идут злые такие помыслы. Злые, это они вышли наружу. То есть, он не контролирует себя, он не держит себя сам, себя в страхе Божьем. Он уже растер, он уже во власти этого демонического такого на него нападка. И он может хоть что-то делать, может даже убить. Даже не имея сильно большого такого опьянения. А уж если тебя за бороду схватило, то за супер пьяный, он потом может сожалеть об этом. Да кто там, а супер пьяный, не супер пьяный, кто проверяет это? Это Олега я нарисовала. Похож. Но как-то не очень, а не похож. Но есть нечто. Покажем. О, ничего, если это кто-то, Фрося? Это Фрося. Отлично. И тот тоже рисунок и корректирует, очень зажим. Я хочу сказать, что здесь больше похожести. А кто это? Это Ливия. Ливия как-то душу прихватила. А здесь отличная техника, великолепная. Ну тут какой-то насяру нарисовали, больше на отца походит человек. Отлично вообще. Даже улыбка в глазах. Это вот Игнатий, тут похоже, что это Игнатий. Ну это как бы такой дружеский шарф, будем считать. А там даже взгляд. Тут взгляд Игнатия Тихоновича, похож на Игнатия. А здесь совсем нету. Нос, тут маленько. Немаленько, а совсем ничего нету. Нет, нет, вот здесь теплота, однозначно. Вот тут вот, вот самый похожий, да. И даже вы чуть-чуть тут потолще. Немножко вас как бы приукрасили. Рамочка. Рамочка. Техника хорошая, надо смотреть, заглядывать. Есть, но что-то какое-то... Перестаралась в деталях. А там заподписано. У Лилии как бы не дорисовано, но глаза на своем месте. Как-то немножко щитание. Носа вообще не видно, кажется. А чувствуется, что добрый человек вот сидит. Как дедушка Ленин, чуть с пришуром такой, любит детей в жареном виде. Он так и есть у него выражение лица. Тут он в рамочку. А вот если вам дать фотографию большую, сказать ресурсию, фотографию. Фотография-то похожа. Фотографию легче. Легче. Душу. По плеточкам вообще будет идеально. Если по плеточкам вообще. Да уж просто. По плеточкам это техника. Слышка, конечно. Для них да. Да, ну. Ну и что. А размеры не соблюла, как сейчас тут пигнативно. Плечи швацнеггера. Да, она что, разорваться должна. А нос своего отца. И все. И получился гибрид. Это свое ведение. Андрей. 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 Надо читать. А душу. А это не то. Да, мы слышим. Я бы сказала, что я вообще... Послание Тито, 1 глава, 8 стих. Тихо, тихо. Но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Толкование. Не только не получать прибыль, но и все раздавать странникам. Любящий добро. Так называет апостол кроткого, умеренного и независливого. Целомудрен, то есть чист, справедлив, нелицеприятен в отношении к людям. Благочестив, то есть благоговейный ко всему божественному, не опускающий ничего в отношении к Богу. Воздержанному не только в пище, но и на язык, руки и постыдные взоры, ибо в том и состоит истинное воздержание. А вы смотрели фильм «Апостол»? Чуть-чуть чай поглянило. Помните, когда они поймали этих двоих-то с самолета, которые упали немцев-то? Ну их избивают и говорят, а кто начальник? Ну он говорит, там Гейдрих. Она нарисует. Он взял и нарисовал. И потом показывает, он такой и есть. А вот такой чертой, я ввел издали, я в памяти его держу, а в образ нарисовал. Ну что там комната, где какая, это проще. А он именно начальника изобразил. Вот что-то в этом есть такое. Я сам рисовал. Рисовал я всегда только небо и облака. А иди проверь, похоже или нет. И школа иду, прям бегу-бегу. Что-то необыкновенный закат. Хватает краски акварельные. У дедушки крыша была, кажется, такая соломенная. Я туда заберусь и сижу с красками. Руки застыну, в пятом классе был. И до того красиво было, все говорили. Я сейчас есть даже не помню. Вот все закаты, восходы, только небо и облака рисовал. И даже не пытался дом нарисовать, птицу у меня не тянуло. А именно небо и облака. И у меня стихотворение на это есть даже. Облака и небо. Облака бегут, как там лебеди, крыльями замыкают круг. Вот что-то же было уже тогда. Светит небеса, на росу скатилась нежная слеза. Почему не лезем, мы с тобой родились. Здесь Виктор песнопение положил на музыку. Облаками белыми в небе съединились бы. И потом что-то над землей поплыли бы. И росу пролили бы на людей. Людям новость новую. Проливает милость, дождь, это вот все видела. Как росу пролили бы. Я все наказываю еще, ничего не изобретайте. Тут самый опасный изобретатель Никита. Какой? Который приедет, ага. Он все изобретает. Если вот так вот лежит клеенка, он еще другой стороной положит. Книга так вот, ну я образно говорю, как бы, крылья. Я говорю, зачем ты это сделал? А что? Ну гвоздь шляпкой-то вниз не забить, только кверху надо будет. Ну и что? Я не могу его научить. И я ему наказ начал давать. И первый наказ. Ничего не изобретай. Очень прошу, не изобретай. Прошу и умоляю, ничего не изобретай. Первая заповедь. Да, да, я с ним знаю. Поэтому я говорю, что здесь у нас сделано. Вы научитесь в этом виде. Сейчас будет 20-летие. Мне, конечно, уже больше не бывает на торжестве этого дома. Но сколько здесь? Вот на эти шторки посмотрю. Если я не ошибаюсь, Люба и Гавитина принесла. Седаю по нему, поминайте. Иван Суворов купил вот этот нам флаг российский. Вот эта запись интернета Надежда написала наша. А вот эта написала Николаева Надежда. Вот вверху, там уже профессионально. Это она все писала везде. Полы, как тут подвал? Кто рел помогал? О, да тут многие были. Кто помогал? Я чуть не задохнулся. Игорь Третьяков. Тут не было ничего. Тут подвал, там, слышали, головы вот такой, под всем зданием подвал. Игорь Третьяков тут столбы подвели. А тут вытащили вот такой вот ширины. Вал земли лежал вдоль улицы. Она говорит, вы вытащили, вы его вывозите. А вы вывозить это что? Это экскаватор надо? Я пошел к мэру города. Я говорю, так и так. Кажется, Баварина уже не было. Колганов был. И Колганов очень расположен был. Я сказал, назад что-то я вышел, а ничего нет. И здесь я пошел, у нас дерево вот такое наклонное. Он говорит, порядок такой, надо пойти в центральный район, там специальное озеленение где, им сказать. Я сказал, они пришли, а я фотографию положил, они пришли, тут два человека посмотрели, и говорю, да, действительно так. Потом пришли, приехала машина, провода тут только отключили, начали пилить. Столько дробь, я думаю, я их заберу, эти, которые-то. Утром вышел, ни одного пенька нет. Там полмашины дробь. Да нет, не соседи. Прям приезжают. Горзел приезжает, городское озеленение. Вот сейчас, если я дрова привезу, уже наколотые, все, только сложить. Привезти бы как-то. Ну, как я привезу, договорюсь. Платить там, я не знаю сколько там, но думаю, что это не две тысячи. А я-то не смог привезти, потому что меня-то на эту работу не взяли. Понятно. Поэтому меня-то менее много. Я же в суде с ней наказывал. Если сейчас привезут, у нас сейчас главная задача, Надежде Васильевне, не давать дров. Не давать? Не давать. Чтобы Володя ходил, сам топил печь у нее. Она сожжет десять раз больше нашего. Я просил, умолял, не делать этого. Она специально делала, чтобы Володя печь затопал. Да он нормально. Он быстро делает. Что ты думаешь? Женщина нахидывает. Мне хорошо в гости хожу. Но. Женщина говорит, сеть. Сеть, которая забрала. Он не бедный, он богатый. Вот дрова, значит так, ей никак нельзя давать. К нам придет? Ну вот так раздевшую ходим. Можно навес сделать под дрова. Да нет, не надо. У меня у нас жесть есть. Мы положим и все. Вот печь она топит у себя. Она топит несколько раз больше. А у меня там комната такая туда. Зачем тебе там натоплять? Пускай она идет туда. Зайдешь, дышать нечем. Маленько поглядя, захожу, дверь настишь открыта. Зимой дверь она натопила, а теперь открывает. И только топка сгорит. Топка. Кирпичей ничего не выдерживает. Вот как вот сегодня писатель, сочинитель и разбойник в аду-то там, говорит, своды адские трескаются вначале. Какой огонь разожгли. Вот у нее такое же. Своды адские трескаются. Это ничего нельзя сделать. Ты, говорю, ты живешь здесь. Ты хоть раз видел, что мы натопили, а потом дверь открыли. Если хоть и жарко, ну бывает маленько, а ты отрегулируешь. Мы никогда не откроем. Мы вытерпим все. Мы сильные, мы крепкие. Утлы сосуды, понимаете? Ничего не меняет. Как вот есть вот. Я очень боюсь этой переделки. Мы все обнимали. Делали все по согласию. И все нам надо. Скамейки сделаны. Вот тогда был Олег Коломейщенко с Украины. Сергей. С Татьяной приезжал. Сергей. Смотри, какой он мастер. Столы сделаны. Все. Не меняйте ничего. А если бывает какая-то нужда, то только совета общего. Все, приехали за вами, да? Все, закончились за ней. А, так. Ну давай, маленько старую. Поведи. Полиция бегом. Дедушка. Достойная снякова истину. Вложи дитя, Богородицу. Прислав блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Чистейшую Херувин. И славнейшую без сомнения Серафим. Безыстрения Бога слова родшую. Сущую Богородицу тебя величаем. Молитесь. Молитесь, молитесь. Игорь Терпич. Любящий наш Отец Небесный. Мы просим тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благослови нас распустись миром. Ты наполнил души наши божественным писанием. Хвала Тебе. Помоги нам все это притворить в нашу жизнь. Да будешь ты прославлен в делах наших. Господи услыши нашу молитву о родных и близких, которые не познали Тебя. И вечность которых страшить должна их. Обрати, найди, умилосердись. Дай им полюбить веру Христову, Святую Православную Церковь. Тебе, Господи, слава за все. Хвала, счастье, поклонение. Отец Синный Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечерней и благоухание приятное. Соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже Всемогущий, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, дивный наш Создатель, нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Болящих, покинутых, одиноких, убиваемых детей Твоих. Прими их в обители Твои вечные. Тебе, Боже, слава, хвала за все. Отец Синный Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай ты да слышит раб Твой. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Да вы что, я хотел себе забрать. Ух ты. Давай, покуши. Ребятишки стояли, были так. Аминь, что мы с тобой переодеваемся? Ничего. Будешь тогда? Самое похожее линии. Игнать Тихонов. А это Никите надо перерезать. Игнать Тихоновичу. Давай, давай. Давай, давай. Ваня, покажи. Ваня, покажи. Ну, молодец все равно. Ваня, держи. А ты подписала? Молодец все равно, что нарисовала. Надо подписать. Чувствуется, есть таланты. Игнать Тихонович, дайте я подпишу. Она не подписала. Она подписала.